пацаны я пока готовлю готовлю чуёк чтобы нам соседам отпраздновать успешная очередной пройденный этап проекта под названием борьба с технологиями или и байк не путать съебать вот я знаете о чем думал смотрите я как-то раньше ну просто мне за ненадобность мне никогда не вот никогда в жизни от моей никогда не понадобилось взаимодействие с датчиками холла соответственно я что-то как-то не интересовался в принципах их работы это вообще не про велик то тема про уровень серёга кореш мой он постоянно волновался о том что все датчики в кемперах они показывают четвертя да то есть полный бак три четверти половина то есть две четверти одна четверть и нуль да и серёга хотел от прямо прям по литрам знать да ну для этого есть там ультразвуковые системы но там им требуется металлический бак и так далее так далее так далее может быть фольгу этот вопрос решится может но не суть это все геморройно дорого ультразвук это дорого дорого и сложно но так как я сейчас вынужден был столкнуться с датчиком холла в ручке газа кстати подошел все сска 49 и работает вместо с x49 и я почитал его это функционал и вообще подумал я сейчас не стал погружаться глубоко да но я потыкал там где я ставил до школа там металлическую пластиночку да на в ручке да а магнитится да значит а как он определяет ну больше открыт газ или меньше я так понимаю от интенсивности магнитного излучения вот как я выразился от силы магнитного поля я так думаю я не знаю то есть я думаю я не разбирал ее просто да мне лень и не хочется как бы и пока вот хоть это бы сделать вот я так думаю закипает спасибо пацану кстати из германии закипятильничек 300 ватт очень эффективная штука быстрее нагревать когда кипятильник в воде на 300 ватт чем у меня индукционка на 400 вот и меньше ждет на 10 ампер на 100 ватт вот смотрите я так понимаю что там просто металлическая пластинка на которую налеплен магнит и наверное по дальности удаления от магнита электромагнитное поле на пластинке слабеет я так по предполагаю насколько я знаю как работает вот эта область физики вот и вот за счет этого этот дачехол а дачехол вообще прикольная штука электромагнитный грубо говоря ключ транзистор некий какой-то непонятно ладно не засирать меня это я так фантазирую я так думаю что вот он так работает соответственно соответственно а там же прикол какой там плюс-минус подается и сигнальный аналоговый да то есть я так понимаю он там к примеру по плюсу открывается да то есть чем сильнее электромагнитное поле тем больше напряжение по плюсу у нас выходит я подумал зараза это ж можно так сделать ну не важно он стрелочный или кто-то заморочится захочет там цифровой прямо да но можно по такому принципу подумать как сделать датчик в бак не сильно из его есть в плане всяких каких-то изготовлений токарной работ как я помню делал себе там с какими зерконами там какой-то поплавок хитрожопать должен быть все должно быть загидроизолировано короче там такие я его и меня делал помню в караване да и а вот думаю что вот тут можно сделать просто поплавок который будет с некой пластиной металлизированный да допустим по радиус с на одном конце с магнитом где-то в баке стоять вот который будет угол так рассчитан что поплавок будет 0 либо максимум и дальше и дальше снаружи стоит датчик холла который будет по интенсивности электромагнитного поля давать какое-то некое иное напряжение которое вы уже можете использовать там не знаю вот стрелочной этой фиговине этим регуляторе да то есть прям нет можно конечно так изъебнуться с герконами но как бы вот как вариант просто да вдруг вот электронщики которые менее ленивые и более мозговитые чем я но подумал цифровую штуку сделаю до точности не будет потому что все-таки это площадь бака там 100 литровый бак допустим он такой высоты вот такой ширины то есть понятно там там как бы сантиметрик уже это существенный объем меняется плюс уклоны углы и то есть можно конечно два поплавка сделать зависимых друг от друга с центральной точкой крепления там они будут им пофиг какое типа уклон идет да они все равно будут показывать точно по центровке как бы ну не будем это лезть но как вариант тут можете подумать насчет это идея есть дальше те кто как бы шарит дальше вы ее развивайте вот просто если бы я сейчас кемпер делал бы я бы сделал как в заводских кемперах сраных пять штырей вот и все как бы вот какой замкнут такой уровень то есть я бы делал бы сейчас так бы не морочился но вот для тех кто хочет заморочиться как серега вот серега и смотришь вот решение до чехола дешево сердито вот вот так вот можете сделать уровень воды все вода закипела пойду к соседу бухать чай фэй фэй фэй